Картина до и после. Тот случай, когда лучше не стало, а скорее наоборот. В прошлом году на улице Симбирской от Кутикова до Большой Горной спилили старые деревья и, как говорят, высадили новые крупномеры, из которых впоследствии больше половины не прижились. Если же верить интернету, то крупномеры выглядят немного иначе. Саратовцы уже не первый год жалуются на спил деревьев. В этом году градус недовольства зашкаливает. Коллективные петиции с просьбой привлечь мэра Михаила Исаева к ответственности направляют областному прокурору. Люди просят власти ввести мораторий на работу лесорубов. Согласно действующим правилам благоустройства, администрация должна проводить инвентаризацию зеленых насаждений и ставить на учет всю городскую зелень, как имущество города. Но по факту этого не происходит. У нас нет возможности провести полную инвентаризацию всех зеленых насаждений, которые сейчас находятся в городе. Объяснить, почему так происходит, чиновник так и не сумел. Да и другие ответы представители мэрии иногда ставили в тупик, а порой вызывали возмущение в зале. На прошлой неделе на площадке комитета дорожного хозяйства с общественниками мы собирались. И уже в пятницу у нас было выездное заседание, где мы, в частности, на проспекте Кирова отсидывали каждое зеленое насаждение, которое там будет сноситься. Из тех 75 зеленых насаждений, которые запланированы к сносу, у общественников вопрос не возникло ни к одному. То есть, когда уже непосредственно приходят граждане, приходят специалисты с помощью общественников и смотрят все деревья, которые будут сносить. Это неправда говорит этот человек. По площади Кирова действительно был вход с общественниками. Посмотрели 75 деревьев. Почему-то я хочу сказать, что у мэрии такое какое-то желание пилить как можно больше. Мы обнаружили факт, что зеленая комиссия, так называемая, которая проверяет зеленые насаждения перед тем, как их снести, не выходит на место практически никогда. Принимает решение заочно. Кроме того, разрешение дается на целые улицы оптом. Звучит музыка. В сквере на площади Кирова, где сейчас ведется реконструкция, всего 350 деревьев, 75 из которых планируется спилить. Красные метки – как обозначение для дровосеков. Зеленые говорят о том, что это дерево трогать не будут. Ну а те, что без метки, как нам пояснили, под вопросом. Взамен администрация обещает высадить 85 крупномеров, которые полноценными деревьями станут только лет через 20-30. На Горького сносили деревья, на Вольской сносили деревья, на Некрасово под пешеходные дорожки. О каком проектировании может идти речь, когда проект по деревьям? Деревья живут 20 лет, а вы дорожки в этом году решили строить. Действительно, строители просто говорят, оно нам мешает. Это дерево мешает, оно само осенится. Вы когда бьем, считаете, вы кумышную поляну, когда добавляете, у нас все показатели идут, то кумышную поляну она там, а мы дышим здесь. Поэтому никто не против. Но раз мы говорим о планах, вот смотрите, общественное обсуждение плана по труту, общественное обсуждение по дорогам. Давайте то же самое, хотя бы на территории района, не вот когда-то кто-то из депутатов позвонил, а проводить и, зная картину с осенью, начну отдавать общественности предложение. Тут, 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 тут. У вас должна быть комиссия, которая заключает, которая выходит на каждое конкретное дерево. Каждое конкретное дерево дается заключение, по этому заключению принимается решение пилить или не пилить. Правильно я понимаю? В этой комиссии определен состав, в том числе подходит заведующий кафедрой садово-парково-ландшафтного строительства, Саратовского института. Также у нас проходят представители СБТУ за кафедрой. Так, Яськов Дмитрий Владимирович, вот если говорить о СБТУ... Я сейчас общался с Дмитрием Владимировичем, говорю, ты хоть раз участвовал в работе зеленых комиссий? Говорят, нет, тут... Есть у нас лесхозы, есть Министерство природных ресурсов, есть деревья, которые растут, вот приезжайте в Новобуратский питомник, вы увидите прекрасную, прекрасный питомник с крупномерами, кто мешает, вот это все взять, перевезти в город, да, и посадить. Давайте вот эти технологии используем, везде же это делают, и в городе, в мегаполис, за рубежом, мы просто говорим, ну, посадили, да, это дерево, оно еще 20 лет будет, а можно крупномеры сажать, все реально. У прокуратуры к мэрии тоже есть масса претензий по работе с зелеными насаждениями. До настоящего времени администрации муниципального образования не проведены работы по комплексной посадке зеленых насаждений взамен снесенных, а это нужно делать. Выявлено также многочисленное нарушение требований правила номер 153, выразившихся в отсутствие мероприятий по мамашнему и кремниевой системе зеленых насаждений, не проведено проведение опимулочных работ, непринятие мер, улучшение механического состава почв и иные. Не разработан также администрация Дендропман, не утвержден порубочные остатки, выводится с мест общего пользования, также не своевременно и также не выполнен ряд других обязательных мероприятий. Помимо этого, вопреки требованиям правилам обоустройства, которые мы сейчас в городе, отсутствуют проекты реконструируемых объектов озеленения. По всем данным фактам вынесено представление к мэрии города Саратова, которое в настоящее время находится на рассмотрении. В ходе ремонта в сквере на Второй Садовой тоже планируют снести 23 дерева, а высадить лишь 15. Если говорить о формировании зеленого пространства, то собравшиеся на рабочем совещании от мэрии внятных ответов так и не получили. Поэтому было решено разработать обращение в администрацию города. Первое, это остановить все эти действия, которые сейчас происходят по улице деревьев. Второе, все-таки получить четкие ответы по планам инвентаризации. Третье, как сказали уже общественники, провести ревизию тех разрешений, которые уже выданы. На что они выданы? Что там планируется делать? Насколько это обосновано? У нас, мы сегодня видим представителей двух крупнейших университетов, которые в этой области, которые не привлечены вообще к рабочей никакой. И четвертое, о работе самой зеленой комиссии. Мы часто говорим о ротациях комиссии, о реформировании работы комиссии. Обратите внимание на работу комиссии, вы видите, сколько нареканий вызывает работа этой зеленой комиссии. А тем временем, пока уничтожают зеленые насаждения в скверах нашего города, жители дома номер 59 по улице Танкистов на протяжении нескольких лет добиваются сноса вот этих сухих тополей, которые в любой момент могут рухнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова